Всем привет, мои хорошие! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, у нас с вами не обзор, у нас с вами разбор. И не то чтобы разбор, а небольшое предупреждение для кишлачных. Я вчера уже рассказывала, и также на канале Галинка Малинка вышел тоже видеоролик, и практически такой же, как у меня. И мне, и ей на почту поступают письма с разных аккаунтов и содержимое. Ну, в общем, некоторые из них я всё-таки вам покажу. Всё показать не могу, потому что то, что пишется в этих письмах, это просто ужас. И что присылают в этих письмах, это тоже недопустимо к показу. Я более чем уверена, что это семейка таджиков. И это, возможно, братики, это, возможно, сам сафарик, это, возможно, и с Иркиной подачи. Кишлачные, видимо, думают, что для них это развлечение. Но такое развлечение может вылиться в уголовную статью. Да, так как это угрозы, оскорбления и картинки с порнографическим содержанием. На данный момент письма я не блокирую, дабы они не затерялись, так как, возможно, при дальнейшем получении таких писем я буду вынуждена обратиться в прокуратуру города Екатеринбурга. И мне придётся предоставить свои пароли от почтового ящика для того, чтобы была проведена проверка, кто пишет эти оскорбления и угрозы. Некоторые я сейчас вам покажу. Это разные аккаунты. Вчера я вам уже рассказывала и показывала. И говорила о том, что Дида Мальдида, Ольга Качура, сегодня добавилась некая Светлана Ваганович, далее добавился новый аккаунт 8А или 8Б. И я думаю, что это не окончание. Я специально решила выложить, дабы были хорошо видны электронные адреса отправителей. Ну, а теперь некоторые из писем. Светлана Ваганович. Но внизу подписана Светлана Ваганова. У себя в Телеграме я уже сбросила свои мысли по поводу Светланы Ваганович-Вагановой. Кто она может быть и кому она может принадлежать по родственным связям. Дальше, ребят, смотрим. 8Б. Вася Попов. Да, читать содержимое я уже не буду, но я не смогла, чтобы вам этого всего не показать. Естественно, картинки, которые они мне присылали, я выкладывать не стала. И это, ребят, только малая часть, потому что их очень много. Писем счастья, да, несчастных людей очень много. Все они у меня в почтовом ящике, также в скринах, но это действительно, ребят, уже совсем не смешно. Видимо, кишлачные думают, что, повторюсь, это развлечение, и каким-то образом будет меня нервировать или выводить из себя. То нет, я уважаю себя. Отвечать такими же, вернее, таким же содержанием я не стану. Но вот на статью они вполне могут себе заработать. Потому что это, ребят, не соцсети, это не комментарии в Ютубе, это почтовый ящик. И по IP-адресу можно дойти прямиком до дома. Видимо, эти людишки настолько неграмотны, что не понимают просто-напросто, что творят. И, видимо, они уж очень хотят вернуться к себе на родину. Да, вместе со своими семьями, захватив Сафару Уралочку, а Исраилу Ирку с детьми. И, видимо, так сильно хочется, что просто их колбасит, и они прям аж не могут, так хотят домой. Ну, видимо, придётся помочь, раз не доходит до их голов. И они не понимают, что такое электронный ящик и что такое электронная почта. Ребята, я оставлю ссылочку на свой телеграм-канал, где вы сможете со мной связаться, мне написать, где у нас небольшая, совсем небольшая, а маленькая команда, но мы все дружные, мы все контактные и общительные. Ну, а для кишлачных этот видеоролик это пока просто предупреждение. Но если будут дальше поступать подобные письма, то я действительно обращусь в прокуратуру Екатеринбурга и отправлю туда все скрины с оскорблениями, с угрозами и с содержимым этих писем. Если они думают, что решили поиграть со мной, то со мной игры невеселые. Да, невеселые. Потому что почта – это почта. Это вам не YouTube, где вы можете настрочить кучу гадостей и попасть в черный список. Это вам не соцсети, где вы можете открыть страницу и написать вымышленное имя, думая, что вас никто не найдет по электронному адресу. Всё отлично можно выяснить. Ну и моим подписчикам, мои хорошие, простите, что второй уже похожий видеоролик выпускаю, но просто не могла, чтобы не поделиться и с вами, и не предупредить отдельных личностей, хотя я не могу их назвать личностями из кишлака, которые решили поиграть в игры, но не понимают, что такие игры как раз-таки тянут на статью, причём уголовную статью с отправлением на родину. Ну а я, мои хорошие, буду заканчивать, чтобы не размусоливать и не растягивать. И видеоролик хотела просто кратенько с вами поделиться, ну и предупредить некоторых личностей. В общем, буду с вами прощаться, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение, ну а я вас обнимаю. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok